МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...среди факторов, которые замедляют восстановление, хирургический стресс-ответ среди основных. Вот стресс-ответ в 2014 году Мартин Раф из Южной Африки. Смотрите, он говорит, это гормонально-метаболический ответ, о котором мы все время говорим, стресс, гипоталамогипофизарно-надпочечниковая активация, это потеря белка, это стрессовая гипергликемия, это обязательно на сегодняшний день системный воспалительный ответ, который значительно хуже регулируется и значительно быстрее приводит к полиорганной дисфункции, чем, например, неустраненный стрессовый ответ. Стрессовый больше будет сопряжен с кардиоваскулярными рисками, переоперационными, коронарными, аритмиями и так дальше. А вот неконтролируемый воспалительный ответ, он приведет к полиорганной дисфункции ранней, и в итоге может как бы стать предшественником финала. И значительно ему на депрессию. Очень важный вопрос на сегодня. Конечно, он угрожаем для тех больных, которые в наименьшей степени могут противостоять. Вот как Хенри Кехлет в Ланцеде в 2003 году. Тут немножко другой формат. Что такое операционный стресс, катаболизм, боль, динамическая непроходимость, изменение гомеостаза, органная дисфункция и так дальше. Острая боль всегда вызывает иммунные нарушения. Почему так важно регулировать стресс? Да потому что действительно в теоретическом плане надежное устранение стресса или его контроль позволяет нам профилактировать раковую прогрессию. Безусловно, на сегодняшний день. Не все это подтверждают, но в том, что иммунодепрессия, которая имеет место и ее регуляция, могут быть предпосылкой для худшего онкологического прогноза, это да. Другое дело, что, безусловно, наши возможности сейчас расширились, смотрите. Очень важный вопрос, ну как компонент регуляции стресса, безусловно, обезболивание. Вот здесь весь наш арсенал, основной, который мы используем, и поэтому сбалансированное обезболивание на сегодня вроде бы представляет дополнительные преимущества. Новая классификация аналгетиков акцентирует внимание на пластических изменениях нервной системы, то, что есть у нас минусы с нашими опиоидами, которые очень достаточно негативно сейчас представлены в плане сопровождения оперативных вмешательств в онкологии. Смотрите, гипералгетики чистые, морфин, антигипералгетики, нестероиды и препараты с особым механизмом действия, и не антиноцицептивные, но антигипералгетики. Китамин, габапентин, местные анестетики, клонидин, сейчас дексмедетамидин очень неплохо на сегодняшний день представлен, ну, аденозин и остегмин, у нас их меньше. Очень важный вопрос. В компонентах все чаще упоминается парацетамол внутривенный. Именно внутривенная форма. Смотрите, очень важный вопрос – это безопасность. Все нарекания к парацетамолу всегда были в плане рисков его, печеночных в том числе. Но, я обращаю внимание, есть очень большая разница между терапевтической и токсической дозой. Речь начинает идти при здоровой печени о 20-24 граммах парацетамола. Что такое передозировка? На сегодня эффективная, предложенная в инструкции 4 грамма. Поэтому, ну, здесь как бы только умышленно можно это сделать. Поэтому, смотрите, даже при нарушении дисфункции печеночной умеренной парацетамол абсолютно приемлем. Ну, в переоперационном, не для постоянного, понятно, приема. У очень возрастных больных с нарушенной гламерулярной фильтрацией, я не знаю, кто взял, как бы вот эти ренальные побочные эффекты, откуда они взяли это. Да, у нестероидов традиционных – да. У парацетамола нету этого эффекта. Смотрите, даже меньше 60 мл в минуту, по факту, это пограничная фильтрационная способность на сегодня. И возрастные больные старше 75 лет, смотрите, все меняется, а внутривенный парацетамол остается. Значит, смотрите, есть экономические эффекты просчитаны. Это большая ортопедическая хирургия. И в плане общих расходов на лечение, и в плане расходов, связанных с лечением побочных эффектов опиоидов. Значит, поэтому, ну, что касается больных онкологических, вот из последних. Внутривенный ацетаминофен может играть роль в снижении потребления наркотиков. Первые 8 часов после лор-онкохирургии, голова-шея, после операции вносит вклад в сокращение длительности пребывания и потенциально снижать стоимость лечения и нахождение больного в целом. Внутривенный парацетамол, смотрите, представляет большую пользу при открытых операциях. А нестероиды снижают потребление наркотических аналогетиков в первые 24 часа. Ну, в общем, раньше как-то об этом не говорили. И я уже говорил на предыдущем у нас модуле о том, что есть убедительные данные о том, что как ни один даже из нестероидов парацетамол хорошо убирает вегетативные компоненты стрессовой реакции, это потливость, гемодинамический ответ и так дальше. То есть если мы делаем, но его нужно делать только так, каждые 6 часов мы делаем 15-минутную инфузию. Не нужно модифицировать вот это все. Вот как у нас, я позавчера у нас консилиум был, ну давайте, ну хоть 3 раза сделаем хотя бы в этот. Я говорю, ну почему 3? Ну написано каждые 6 часов. Я же не предлагаю вам делать 8 грамм. Хотя есть много работ, которые говорят о 2 граммах однократной дозировки в течение 15 минут. Убедительные данные, что в общем-то это повышает эффективность. На сегодняшний день, смотрите, у больных повышенного атрофического статуса очень показано, и является, смотрите, в программах ускоренной реабилитации является очень желательным. В программе не только бариатрической хирургии, но и хирургии любой, там где есть повышенная масса тела, потому что они по-особенному реагируют на операционный стресс. Вот смотрите, плановая внутривенная инфузия парацетамола после операции по поводу рака кишечника является не только эффективным методом контроля боли, но и уменьшение послеоперационного дискомфорта в течение первых 48 часов. Я уже все время показываю этот слайд. Мы с использованием анимонитора показали, что если мы начинаем, за полчаса проводим инфузию до начала операции, то мы можем снизить количество фентанила на фоне внутривенного парацетамола при том же качестве обезболивания. То есть 6,7 мкг на кг в час до 5,5 мкг, используя внутривенный парацетамол инфуган. Значит, влияние интероперационного влияния дексмедетамидина. Дексмедетамидин вообще стоит особняком в плане коррекции вегетативных эффектов, как альфа-адреномиметик. То есть этот препарат многофакторного действия во время, после операции. Причем в последнее время вот еще о чем идет речь, что он снижает частоту тошноты и рвоты лучше даже, чем иногда двойные комбинации, например, дексаметазона с андонцитроном. Это первый уровень доказательности. Если у нас эметогенные зоны, например, внутреннее ухо операции, там на слуховых косточках, которые, как правило, сопровождаются тошнотой и рвотой из-за вегетативных нарушений, нарушений координации, этого здесь нет, уменьшая частоту рвоты. И время восстановления он не удлиняет. Это наш в свое время постер в Иакагаме. Мы представили, когда дексмедетамидина инфузия в лор-хирургии, позволяя нам уменьшить количество обезболивающих препаратов и оптимизировать состояние больных. У него есть много дополнительных эффектов. Он пролонгирует эффекты бупивокаина. Чувствительный и двигательный блок модифицируются в условиях использования дексмедетамидина на сегодняшний день. И очень важный вопрос, что в экстремальных возрастных категориях больных он представляет большую пользу. Больные свыше 80 и даже 90 лет. Низкодозовая инфузия, например, во время спинальной анестезии, безопасно и эффективно. Вот 0,4 мкг на кг в час за 10 минут. И потом, смотрите, скорость на уровне БИС-80, 0,2-0,4 мкг на кг. Вот. Может безопасно использоваться у очень пожилых пациентов для седации, как при региональной анестезии. Тут не очень хорошо видно. В РАС-стратегии, например, при радикальной мастектомии, та же самая ситуация. Начало. Габапентин, потому что зона с риском хронизации. 600 мг габапентина, грамм парацетамола, 1,5 мг трансдермальный скополамин, антиэмитогенная стратегия у нас, которого просто нет. У больных с множественными, особенно факторами риска послеоперационной тошноты и рвоты. Интраоперационная. Тотальная внутривенная. Это тоже вечная дискуссия. Тотальная внутривенная или инхаляционная в онкохирургии. Минимизация опиоидов. Региональные в разных вариантах. И продолжаем эту терапию в отделении. На сегодняшний день нужно сказать, что в работах группы Проспект прописаны те моменты, о которых мы говорим. Второе сообщение наше посвящено на о, скажем так, насколько целесообразна большая инвазивность. Я не буду сейчас об этом говорить. Смотрите, то, что касается абдоминальной хирургии. Особенности иннервации брюшной полости говорят о том, что никакая самая совершенная региональная анестезия, и нейроаксиальная в том числе, не способна полностью закрыть, скажем, стрессовый ответ. Есть гетеросегментарные механизмы. Смотрите, вот, сегментарные мы легко закрываем нашей региональной анестезией. Не вопрос. Вопрос только уровня, количество, анестетика и все. Вот это, гетеросегментарные, которые реализуются через геофрагмальный блаждающий нерв, нужны дополнительной стратегии. Ну, например, дексмидитамидин. То есть нацеленный контроль вегетативного состояния. Смотрите, есть вот абсолютно четко установленные, установленные, изолированные пути, которые проводят исключительно только висцеральную боль и никакую другую. Поэтому это очень особенный вариант для коррекции. И поэтому очень часто именно вот колоректальной хирургии является моделью и для ИРА стратегии, потому что по зоне анатомической возможно все применить, все методы региональные и нерегиональные. В том числе, ну вот, абдоминальная гистеректомия, то же самое. Значит, смотрите, в условиях, чем тяжелее состояние больного, тем меньше показана спинальная анестезия с большой нейроаксиальной. И больше показана эпидуральная, с лучшим управлением блоком. То есть мы можем как бы избежать моментов гипотензии, мы можем избежать потребности в дополнительной объемной нагрузке, а вазопрессорное сопровождение без объема не всегда хорошо. Хотя на этом как-то все время постоянно настаивают последнее время. То есть поэтому, ну то же самое, таракальная хирургия, вот при медикации на сегодняшний день нефопам широко используется, он действительно обладает особым механизмом действия. И вот вопрос по поводу кардиальных факторов риска. На сегодняшний день это огромная проблема, потому что больные, у которых проводится оперативный мешатель, все-таки в большинстве имеют сопутствующую патологию, в той или иной мере выраженную, и она может стать проблемой интраоперационной. Сейчас до 300 миллионов проводятся оперативных мешательств в год, это значит 900-950 тысяч в день. Поэтому, смотрите, скрытая эпидемия, более миллиона переоперационного инфаркта в год. Риски, смотрите, если сопутствующая патология, сразу на порядок с 0,5 до 5,6% повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, особенно ишемии, особенно ишемии пропущенной интраоперационно, не всегда выявляется. Очень важна утечка тропонина. Если есть минимальный подъем тропонина, можно расценивать переоперационный, как это негативный признак. Поэтому на сегодняшний день, как правило, эпизоды тахикардии предшествуют каким-то коронарным событиям. Их нужно не пропускать. Тщательный мониторинг прицельный и, безусловно, особая роль на сегодняшний день бета-блокаторов в регуляции стресса. Я вам скажу больше, бета-блокаторы ультракороткого действия на сегодняшний день включаются как препараты с доказанной антиноцицептивной активностью и препараты, которые уже речь идет о включении в стандарт анестезиологического пособия, как таковые, для уменьшения рисков. Смотрите, вот кардиоселективный ультракороткого действия СМЛО эффективен предотвращению переоперационной миокардиальной ишемии. Вот, снижается в 14 раз риск миокардиальной ишемии, если мы используем. Через 7 минут СМЛО, БИБЛОК, уже нет его в сосудистом русле в принципе. Это самый управляемый препарат на сегодняшний день из бета-блокаторов. Это не метапролол, который там действует 10 часов, если вы его использовали. Выбор больных, известное заболевание должно быть, множественные факторы риска, особенно кому показаны церебровоскулярные проблемы, возрастные пациенты с гипертонической болезнью. В полном соответствии с вот этими рекомендациями совместными европейских обществ анестезиологии и кардиологии по внесердечным хирургическим вмешательствам и регуляции переоперационного стресса. Это вот те пункты, которые касаются использования бета-блокатора от уровня 1Б до 3Б. И поэтому на сегодняшний день должно быть, да, оправдано назначение, должно оно продолжаться. Но если у нас, скажем, есть какие-то эпизоды, у нас должно быть как препараты ургентной помощи, точно так, как адреналин для сердечно-лёгочной реанимации, точно так же должен быть в нашем арсенале, рядом сразу же, если местные анестетики, жировые эмульсии, если у нас проблема кардиальная, должен быть ультракороткий эсмолов внутривенный. Вот риск развития, не буду на этом останавливаться долго. И, безусловно, это наша работа. Смотрите, ни одного эпизода тахи у больных с большими абдоминальными операциями, и каждый пятый в группе там, где не использовался эсмолов. Уровень гликемии контролируется, то есть прямой антистрессовый эффект, не ингаляционная, и даже региональная анестезия, вот она снижает его, а тотальная внутривенная ингаляционная не способна предотвратить стрессовую гипергликемию в принципе, как бы она хорошо ни проводилась. И вот селективные биомаркеры. Мы использовали мозговой натриуретический пептид, который тоже показал, что в условиях использования эсмолола по динамике уровня мозговой натриуретический пептид сейчас используется как селективный маркер потенциального риска сердечной недостаточности и интероперационной. Есть cut-off интервалы, при превышении которого риск сразу же актуализируется. Точно так же, как атропонин-Ай является селективным маркером при коронарных нарушениях, и который подтверждает диагноз острого коронарного события. То же самое показатели воспаления. Как ни удивительно, оказалось, что еще эсмолы являются противовоспалительным препаратом. Поэтому на сегодняшний день, нужно сказать, переоперационная эсмолу в качестве дополнения может уменьшить интенсивность боли, и потребление опиоидов, и снижает даже после операционной тошноту и рвота. Вот прямое указание. Журнал региональной анестезии лечения боли за ноябрь 2018. Прямые антиноцицептивные эффекты показаны. Топическая анестезия на сегодняшний день очень важна. Контроль кровотечения в плане рисков. Не буду останавливаться. Только скажу о дополнительных эффектах тронексамовой кислоты. Противовоспалительные усиления действия опиоидов как таковых. Тронексамовая кислота, кстати говоря, я вот это все время, это для меня неожиданность была. Местное применение тронексамовой и комбинированное местное и системное усиливает эффекты тронексамовой кислоты. Вот, например, внутрисуставная инъекция. Вот, до начала остеотомии, до сдувания манжетки, если проводится региональная анестезия, ну, под жгутом манжетки при тотальном эндопротезировании коленного сустава. Юрий Леонидович будет рассказывать о гипотермии, я не касаюсь. Это наша система Вормаэр, которую мы используем для обогрева больных. Очень важен контроль глубины анестезии. Не надо чем глубже, тем лучше. Это абсолютно порочный признак. Я, у нас выполнял из Туниса наш аспирант диссертационную работу, мы показали, но это не рекомендация о том, что нужна поверхностная анестезия, уровень когнитивной дисфункции при избыточной глубине значительно больше, чем при недостаточной. Поэтому мы должны контролировать, вот это PDF-файл генерированный, вот тут отличный уровень, в коридоре 40-60 находится БИС. То есть это юридический документ, то как бы не воспроизводил больной эпизоды интрооперационных разговоров бригады, это является доказательством качества глубины анестезии на сегодня. Ну, то же самое, как инфузия по целевой концентрации, очень управляемая методика тотальной внутривенной анестезии. Очень важный вопрос. Это ненужные тесты, которые у нас выполняются. Приходит больной, ему дали 50 тестов. Вот как хочешь, так их и сделай. И придешь потом на плановую операцию. Это абсолютно не нужно. Значит, количество тестов, смотрите, американцы теряют 10 миллиардов долларов, для того, чтобы, скажем так, вот эти тесты, смотрите, вот мы дали больному, например, 10 исследований, используем для модификации подготовки, ну, может, 2, ну, может, 3. А он приходит с таким прицепом из Синева, из европейских лабораторий, и вот затраты получаются, как бы, в никуда. Поэтому, смотрите, возраст, тип операции, история болезни являются лучшими предикторами переоперационных осложнений. И предоперационные тесты имеют ограниченную способность прогнозировать переоперационные осложнения на сегодня. Поэтому и несколько, вот, абсолютно, я когда готовился сюда, совершенно новых сносок, я думаю, очень важные вопросы. Общая анестезия в сочетании с эпидуральной по глубине наркотренда, вот, в диапазоне Д2 играет важную роль в снижении иммунной и стрессовой реакции у больных. Эрас и целенаправленная жидкостная терапия сопряжены со снижением послеоперационных нарушений ритма сердца. Значит, пропофол может стимулировать секрецию инсулина во время радикальной гастроктомии, подавлять избыточную секрецию кортизола и гипергликемии. Пропофол или севофлюран в определенной степени могут влиять на стрессовую реакцию больных, когда они применяются у больных, перенесших операцию на желудке. Влияние пропофола на стресс-реакцию меньше. Таракальная эпидуральная анестезия может уменьшить стрессовую реакцию, улучшить исходы. И по сравнению с внутривенной пропофолом, анестезия ингаляционно-севофлюрана мало влияет на кратковременную когнитивную дисфункцию. Плюс к тому же концентрация интерлекина-10 в плазме положительно связана с послеоперационными осложнениями. И, наконец, переоперационное использование эпидуральной анестезии было независимо, все-таки связано с улучшением выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости в онкологии. И она может быть оправдана с этих позиций тоже. Не было обнаружено статистически значимых различий между открытой лапароскопической левосторонней панкреатектомией по измененным значениям лейкоцитов, интерлекина-1,6 цирреактивного белка. Таким образом, заключая свое выступление, я вот в этом обзоре, мне кажется, стратегия антистрессовая в онкологии представлена лучше всего. Смотрите, эффект анестезии на иммунную систему при колоректальном раке. Переоперационные факторы, такие как хирургическая травма, инкаляционная анестетика употребления опиоида, физиологический стресс, гипергликемия, гипотермия, переливание продуктов крови могут выяснить баланс Т-хелперов, Т-супрессоров между противоопухолевой и опухолевой средами организма и могут оказывать глубокое влияние на начало и прогрессирование канцерогенеза толстой кишки, метастазирование рака толстой кишки, рецидивы, реакции на стандартную противоопухолевую терапию. Поэтому, что делать? Вкратце, региональная анестезия значительно лучше, чем общая по иммунному индексу, общая анестезия в сочетании с региональной лучше, чем только общая одноразовая. Большинство ингаляционных анестетиков, опиоиды, местных анестетиков и других внутривенных могут в определенной степени снижать иммунитет, что иногда приводит к увеличению риска рецидива. Однако, травмодол селективный и нестероидный противовоспалительный и пропофол оказывают защитное действие на иммунную функцию. Поэтому, на сегодняшний день важен тщательный план соблюдения анестезии. И вот раз протокол университета Могила здесь акцентирует внимание на предоперационной углеводной нагрузке, ну, не нужна механическая подготовка, если это оправдано с хирургических позиций, уменьшение объема инфузии, минимизацию буквально, ну, сбалансированное обезболивание, внутривенный ледокаин снова, да, сколько волемическая поддержка, 3 мл на кг в час лапароскопия и 5 мл на кг в час для открытых операций, коллоид-кристаллоид, соотношение, то есть небольшие объемы инфузии. Поэтому, заключая свои выступления, новые системы переоперационной помощи значительно повышают роль анестезиолога, однозначно. Введение больных, гармонизация всех компонентов, введение важна, начиная с предоперационного периода, доамбулаторного, и оптимизация предоперационного периода, важная предпосылка реализации антистрессовой стратегии. Приглашаю вас к нам на международный симпозиум, который будет в еврейском центре Минора культурном проходить 23-24 октября. И следом за ним будет у нас шестой курс СИА по ведению больных и переоперационной стратегии на сегодняшний день. Спасибо большое. Спасибо, Юрий. Спасибо, Юрий. Иван Иванович за приглашение. Спасибо участникам. Относительно шестого цикла СИА это такая ловушка, потому что все, кто прошел наши пять курсов, теперь могут очень быстро пройти шестой и получить общий европейский диплом. То есть вы можете получить большое количество участников. Мало места же. Ну, значит, кто хочет, нужно торопиться. А мы поговорим о нормотермии, почему это важно. Я думаю, что, в общем-то, понимание есть у всех, не только у нас из злогов, но и хирургов. Но, тем не менее, часто мы про это забываем. Давайте рассмотрим простой случай. Он реальный из жизни, правда, немножко так, десятилетия, наверное, уже давности. Пациентка 54 года, страдает бульозной болезнью легких, сопутствующая гипертоническая болезнь, вторая степень, сахарный диабет, компенсированный. Была выполнена боковая торкотомия слева, атипичная резекция участка легкого, как для торкальной операции, считай, самая минимальная. Анестезия сивофлюрана от 1,2 до 2 оборотных процентно, при потоке приблизительно литр в минуту, фио-2,50. Ввели на пропофол, фентанил, рукуроний в небольшом количестве. Операция длилась, ну такая операция, сколько она длится, час 20, час 30, закончилась операция, через 30 минут после окончания операции сознание больного становилось минимально. Как вы думаете, что может быть причинами продленной анестезии? Так. А чем передозировка? А еще что? Логично. Еще что? О, очень хорошо. Фио-2,50. Да. Мы все рассматриваем. Вот вас позвали, вас как старшего товарища позвал молодой анестезиолог. Говорит, что-то оно не просыпается. Замерзло, может быть и замерзло. Ну, самое первое, может быть вообще забыли выключить севафлюран или действительно его сильно передозировали. Ошибки при введении препарата для анестезии. У нас когда-то был один случай, когда, тоже давно было, или 20 назад, на удалении народного тела вместо эуфелина для пробуждения ребенка в конце ввели диетелина еще 10 кубиков на ребенка, который весом килограмм 20 был. Потом долго раздыхивали. Поздно вводились релаксанты, да, может быть. В конце хирург сказал, что мне плохо шить ребра, говорит, расслабь больного. Ну, и неопытный молодой человек взял на зашивание ребер и еще добавил рук уроня. Гиперкарбия, да, бывали случаи у нас на этапе внедрения, особенно в те времена, когда без капнографов работали на низком потоке. Гипогликемия абсолютно верно, ОНМК, это вчерашняя моя тема на СИА в нашем курсе, интрооперационная. Ну, и, наконец, действительно интрооперационная гипотермия может быть большим фактором. Импература тела. Измеряется это широкое понятие, да, потому что измеряется много где. Подмышечное впадение привычно для нас и школьников. Барабанная перепонка, кожа лба в районе височной артерии, ротовая полость, носоглотка, дистальная часть пищевода или прямая кишка, мочевой пузырь, легочная артерия, но это уже для специальных датчиков, которые включены в различные вещи. Температура центральная 36,5-37,3 и критичным является изменение от 0,5 до 0,8 градусов для центральной температуры, потому что в конце концов это приведет к реакциям организма, с которыми не каждый организм может справиться. Безусловно, увеличивается периодическая нагрузка за счет вазодилатации. У женщин добавляется градус во время овуляции, поэтому так складывают семейные и утром во рту если мерят 36,5 до 37 может быть. Очень важный момент это распределение чем отличается температура ядра от периферической температуры. Почему? То есть температура ядра составляет органы грудной клетки, живота и головной мозг. Несмотря на то, что функционально меньше, чем периферическая, это 2 трети всего общего теплоорганизма, который накапливается и температура здесь должна быть в таком хорошем пределе 36,6 37,4. Изменение температуры ядра как раз таки и активирует все рецепторы в дальнейшем, что в дальнейшем приводит к реакциям на гипо или же гипертермию. Периферическое пространство оно создано в общем-то для того, чтобы терпеть намного больше изменения температуры у взрослых и поэтому эта кожа подкожности кожи и подкожно-живая клетчатка 1 треть и здесь она может колебаться от 0 до 40 градусов Цельсия обычно все-таки 30-32 при нормальной температуре тела но здесь изменение периферической температуры в начале она переносит довольно спокойно 5-7 градусов различия поддерживается за счет констрикции сосудов которые к периферическим тканям то есть автоматически ну то есть вот мы сейчас выйдем на улицу будет холоднее они среагируют каким-то образом в обычных условиях тепло сохраняется за счет тонической вазоконстрикции и собственно говоря это есть основной механизм который в покое для организма работает опять-таки дети конечно с детьми проблем больше они переносят меньше изменения температуры более высокая скорость метаболизма активирует это все из-за гормонального фона и так далее нейтральная температура это та температура окружающей среды которая характеризуется минимальным потреблением кислорода почему потому что как только у нас организм попадает в неблагоприятные условия связано это с гипотермией либо с гипертермией мы начинаем тратить больше кислорода по разным причинам либо за счет увеличения скорости метаболизма либо за счет реакции которая необходима для того чтобы компенсировать гипотермию критическая температура это пороговая температура окружающей среды по достижению которой не одетый бодрствующий человек не может больше поддерживать нормальное значение центральной температуры тела то есть как я уже подчеркивал базовым понятием является температура ядра а не температура периферии и вот мы видим насколько они разные то есть если у взрослого 28 градусов это совершенно нейтральная температура и здесь должно быть 18-19 градусов критическая температура но взрослые переносят любые хорошо изменения а вот касаемо детей конечно же для ненадошенного новорожденного критической температурой уже является 28 и поэтому уже существуют специальные способы которые детские анестезиологи и люди которые будут в медицине критических состояний с детьми недоношенными конечно больше сталкиваются чем я это делаю теплопродукция продукция тепла это результат нормальной метаболической активности у взрослого то есть это приблизительно 40 килокалорий на метр квадратный в час если брать стандартного взрослого 70 килограмм то это 1700 килокалорий в сутки производится продукция может увеличиваться за счет непроизвольной активности и произвольной мышечной активности обратите внимание вот насколько у нас непроизвольная мышечная активность она насколько менее эффективна чем произвольна то есть в том случае если вдруг в том случае если вдруг вам холодно и начинается озноб то лучше производить произвольную физическую активность вместо того чтобы спокойно дрожать потому что это увеличит теплопродукцию намного в три раза недорожательный термогенез для детей тоже характерно в бурой жировой ткани вся энергия которая образуется в процессе она рассеивается в виде тепла без образования АТФ вот собственно говоря на что влияет в том числе общая анестезия потому что симпатическая блокада и влияние ингаляционных анестетиков они блокируют этот недорожательный термогенез вот и опять таки если говорить о детях то у них он есть основным путем для новорождений потеря тепла потеря тепла осуществляется разными способами теплопроводность это 1-2% обычно может быть больше конвекция более 25% потерь и зависит от площади открытой от площади открытой поверхности тела и от потока воздуха ну то есть соответственно голый на ветру теряет намного быстрее чем одетый в месте где затышек так сказать испарение обычно производится с потом в операционной при испарении растворов для обработки и больших операциях на брюшной полости ну собственно говоря поэтому увеличивается потери в том числе когда у нас идет большая лапаротомия или торакотомия когда они длится достаточно долго излучение это перенос инфракрасными волнами между телами бесконтактно и по градиенту температур до 60% потерь и пропорционально разница температур в четвертой степени то есть снижение температуры на 2 градуса излучение меняет в 16 раз собственно говоря почему контакты нашего больного в операционной с поверхностями они плохо когда больной контактирует с холодными поверхностями то есть это очень экспотенциально увеличивает потери ну и дыхание до 10% из них 8% на увлажнение и 2% на согревание основной механизм потери или получение тепла меняется во времени и зависит от разных причин во-первых от стадии анестезии то есть чем больше симпатический блок чем глубже анестезия тем это меняется больше температурного режима влажности в операционной кондиционирования воздуха характеристик систем вентиляции не все больницы к сожалению оборудованы современными системами общей площади непокрытой поверхности тела именно поэтому как бы стандартный хирургический набор они подразумевают накрывание больного полностью открытая грудной клетки или брюшной полости и активных методов охлаждения или наоборот согревания пациента а также типа материала который мы укрываем пациента потому что безусловно вспоминая мокрые холодные простыни которые приходят из ЦСО вот если кого-то накрывали меня накрывали вот я вам скажу это не не самое приятное из ощущений намного неприятнее чем даже когда в поезде тебе выдали мокрое белье потому что ты сильно раздет физиологическая регуляция вот ну здесь когда речь о температуре речь идет о температуре ядра центральный орган который влияет на регуляцию это гипоталямус и теплорецепторы есть тепловые которые работают в зоне от 30 до 45 градусов Цельсия и холодовые от 10 до 36 на периферии их естественно больше как и других болевых так и температурных на периферии больше адаптация нейрона возможно в пределах температуры от 20 до 40 градусов Цельсия ну то есть это опять-таки что говорит о том что привыкание постепенно повышает вот например у меня есть знакомый который у него дома спать невозможно он включает такую температуру и он привык потому что он делает больше чтобы согреться его эти теплорецепторы адаптируются вот ему кажется что опять прохладно он еще делает больше ну то есть надо понимать что если повышать температуру то до 40 градусов теплорецепторы тоже будут меняться от кожи до 20% информации все остальное идут от других органов почему потому что вещь идет я еще раз подчеркиваю центральной температуре пороговая температура это та температура при которой возникает ответная реакция и зависит от разных вещей пола физической нагрузки приема пищи мы все понимаем что после приема пищи часто температура тела повышается у нас ну или ощущение тепла во всяком случае увеличивается инфекции прием препаратов и так далее ну и вот что меняется если у нас температура тела увеличивается у нас включаются механизмы потоотделения и вазодилатации довольно быстро то есть уже чуть больше 37 начинается потоотделение еще чуть дальше ближе к 37,5 уже начинается вазодилатация чувство прилива жара и так далее то же самое в очень узких пределах чуть меньше до 36 36,4 уже опускается начинается вазоконстрикция ближе к 36 уже включается недрожательный термогенез и когда уже меньше 36 градусов уже включается человек ощущает озноб пороговое значение для вазоконстрикции 36,5 для дрожи 36 то есть если меньше 36 должен возникать озноб который должен увеличивать теплопродукцию даже в условии когда у нас ну человек не делает произвольных движений а теперь давайте посмотрим что делает анестезия анестезия расширяет включение вот этих вот защитных механизмов которые работают в норме у нас и поэтому увеличится так называемый межпороговый интервал и все пороговые значения меняются на 2-3 градуса а это очень существенно потому что мы помним что изменение на 0,8 градуса уже является как бы значимым межпороговый интервал это интервал между значениями центральной температуры при которых не запускаются терморегуляторные реакции и вот они должны быть 0,2-0,5 как мы с вами говорили уже ранее а при общей анестезии может увеличиваться аж до 5 градусов и поэтому казалось бы термогонез должен быть увеличен а он не увеличивает собственно говоря как и наоборот то есть должно быть подотделение вазодилатация а организм может перегреваться то есть если пациент находится в условиях общей анестезии нам нужно об этом заботиться потому что пациент о себе заботиться уже не может в чем анестезия вот эффект вазоконстрикции то есть у нас происходит перераспределение и периферия становится при вазодилатации вроде бы как она распределена но ядро начинает уменьшать свою температуру тела и вот в этой ситуации 36 градусов цельсия ядра уже должен включаться механизм увеличения теплопродукции а в условиях общей анестезии они к сожалению не включаются эффект анестезии включают еще и эффекты центральной гипотермии вот центральная температура тела и как она меняется в зависимости от экспозиции для младенцев для детей ну и даже для взрослых то есть в принципе через уже через час экспозиции у нас центральная температура тела если мы не будем предпринимать значений уменьшается ниже 35 градусов первая фаза это первый час после индукции перераспределение тепла из центра на периферию вазодилатация и быстро снижение на 1-1,5 градуса почему потому что у нас перераспределилось тепло от ядра к периферии вторая фаза это следующие 2-3 часа это потери тепла из-за превышения теплоотдачи над теплопродукцией мы помним что теплопродукция у больного не включилась к сожалению потому что эти механизмы заблокированы а теплоотдача работает при этом постепенное снижение центральной температуры тела третья фаза это плата после достижения гипотермии с пороговыми значениями начинается вазоконстрикция и если мы говорим оригинальной анестезии а не об общей то первые две фазы похожи а вот третья фаза она отсутствует потому что вазоконстрикция у нас становится заблокированной потому что мы заблокировали симпатическую нервную систему неблагоприятные эффекты они все очевидны многие из них их видели аритмии повышение общепериферического судистого сопротивления соответствующими реакциями сердечно-судистой системы и показатели центральной гемодинамики смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево при этом сродство гемоглобина повышается значит что он хуже начинает отдавать кислород обратимая кагулопатия причем как на уровне судистого гемостаза тромоцитарного так и на уровне факторов свертывания катаболизм белковой стрессовой реакции еще больше это увеличивает ну а потом это все что угодно можно придумать в конце концов это и плохое заживление ран последствия последствия мы тоже очень часто видим строж в палате послеоперационной все привыкли многие в конце операции даже вводят египетский этот препарат в центральном мере локсан нефопам правильно вместо того чтобы греть пациента во время операции проще ввести нефопам и в конце заблокировать еще и эти реакции кардиальное осложнение если у больного был скомпрометирован плохое заживление раны ну и вот то о чем мы начали с клинического примера это срочное постнаркозное пробуждение из-за обмедления то есть это продление и нейромышечной блокады и задержка введения ингаляционных анестетиков а также и не ингаляционных таких пропофола фентанила и других что мы можем делать в предоперационном периоде это теплоокружающая среда температура должна быть выше критической давайте вспоминать про то что человек у нас голый я очень часто помню когда я проводил операционные часы каждый день в принципе в той больнице я очень много провел наркозов сотрудникам и потом я говорил медсестре Валя ты же сама лежала на операционном столе голая ты же понимаешь как там холодно что ж ты долго везешь каталку условно но когда ты лежишь на операционном столе и когда должен подавать каталку ты находишься по разные стороны дверей трамвая как любил говорить Феликс вот поэтому то есть тут это закутанный как минимум одним слоем изоляцион изолирующего материала пациент в интероперационном периоде это согревание воздуха операционное опять-таки укутывание пациента при первой возможности активное воздушное согревание могут быть различные вещи еще матрасы теплой водой для новорожденных это отдельная тема согревающие подогретые внутривенные растворы обязательно согревание препаратов крови во время трансфузии потому что холодные препараты крови введенные быстро наверное это самая частая причина аритмии которые возникают на гиботермии это касается не только плазмы но и в том числе эритроцитарная масса она конечно не замороженная но температура тела из холодильника у нее достаточно низкая если вы переливаете литр или два этого раствора соответственно надо понимать что температура ядра у пациента тоже снижается а расшение операционного поля только теплыми жидкостями ну и все остальное после операционном периоде принудительное воздушное согревание матрас с рециркуляцией теплой воды и при активном мазнобе или пятидин рекомендуется в учебниках или же то что у нас есть дуэкстер тронерлоксант тот египетский препарат вот ну это конфликт интересов в этой доповеди это один из вариантов устройства для обогрева активного пациента здесь его характеристики высокая рабочая температура средняя ну собственно говоря это аналогичная система которую показывала Юрий Юрьевич но его несколько другая производитель сейчас уже более современные они делают возможность для разных видов анестезии разное положение и поэтому собственно говоря соблюдается главное правило нужно оставить температуру ядра 37 градусов у пациента потому что это является важным как это выглядит ну и один из протоколов найсовских я более новых не видел по крайней мере по найсу по переоперационной гипертермии собственно говоря включает оно то о чем мы с вами говорили то есть активное согревание воздухом является более эффективным и доказано в рандомизированных клинических исследованиях плюс все внутривенные растворы должны быть нагреты до 30 градусов соответственно это два основных рекомендации которые существуют температура должна быть выше 21 градуса сейчас наступает зима очень скоро и надо понимать что мы проводили исследование когда с интернами в одной больнице нет ложной помощи я просто там оставлял градусник минмакс и утром показывал какая минимальная температура тела в операционную в которую доставляется пациент непосредственно после ДТП уже охлажденный или же после ножевого ранения 12 градусов довольно часто встречалось то есть можем себе представить как пациент после улицы и так проведя на улице еще и поступает в операционную в которой 12 градусов днем при плановых операциях все нормально ну потому что с утра поставили на обогрев а вот ночью которая поступает значительно меньше ну и пациенты да должны быть согреваться особенно пациенты высокого риска ну и пару клинических случаев так которые были еще тоже еще по четвертой клинической больнице пациент 50 лет доставили в клиническую больницу номер 4 вот 20.01 4 года назад известно что найден на озере по пояс в воде да два товарища отмечали какой-то праздник и потом пришли на простец а лед был такой видите 01.01 это значит январь вот лед был тонкий и он уснул после того как провалился в прорубь то есть пол тела оставил в воде пол тела немножко поспал при поступлении отсутствует сознание бродипное 6-8 в минуту гемодинамика нестабильная что логично гипотензия с тахикардией бледная холодная кожа естественно что нижние конечности после проруби обморожения имеют 3-4 степень интубация трахеи ИВЛ инфузирование теплыми растворами симпатометиками через 5 минут после интубации асистолия сердечно-гречная реанимация активный обогрев воздух введение теплых растворов везде то есть и в вену теплые растворы промывание зонда теплым раствором промывание мочевого пузыря теплым раствором на 25-й минуте СЛЦР восстановлен пинусовый ритм гемодинамика нестабильная гипотензия ну постепенно ушли от адреналина на норадреналин через 7-8 часов уровень сознания сопр 9 баллов по ШКГ гемодинамика остается нестабильной сутки спустя уже ясное сознание движение в конечностях на ИВЛ в обычном режиме ну тогда это еще были бризы исключительно гипотензия с поддержкой сипотеметикой минимальных дозах и креатинин 600 ммол на литр мочевина пока еще 10 через 2 дня его экстубировали спонтанное дыхание эффективно со слов пациента вот то что я и говорил накануне вечером проявился добрался до берега ну и там 12 часов через 3 дня переведен в центр сепсиса с ОПН естественно ну как мы уже и поняли и ингрена нижней конечности это не относится к плановой хирургии но зато четко демонстрирует что может сделать гипотермия с пациентом если с ней речь пациент 32 года в 17 больницу поступил в тот же год это как раз со следами множественной тупой травмы головы грудной клетки живота немножко его побили 12 баллов по ШКГ артериальное давление 50 на 40 мм ртутного столба ТСС 100 что в общем-то не соответствует должно было бы быть выше 24 часа дыхания и уже при поступлении температура 31 градус Сельсия тут же были задействованы активный обогрев обогрев воздухом теплые растворы значимых повреждений не диагностировано вот то есть в принципе вот эти вот сознание 12 баллов по ШКГ было бы условно не травмой головы а именно гипотермией и через 2 часа когда температура тела остановилась он стал стабилен вот в двух центрах это вот 17-я и 4-я больница в те годы мы набирали с антернами наблюдали разницу в конце в конце операции температуру тела вот насколько она отличалась 20 обогревали активно 34 не обогревали ну и собственно говоря разница температур у необогретых значительно выше то есть вот тех которых не нагревали у них температура в среднем была ближе к 36 что соответствует уже необходимости включения недрожатого термогенеза и все нормально температура ядра удерживается у пациентов которых согревали в течение операции вот этими активными системами обогрева и так интероперационная гипотермия это фактор риска осложнения оперативного вмешательства и анестезии температуру тела нужно обязательно мониторить особенно если вы когда уверены в температуре операционной тоже стоит это делать профилактики лечения интероперационная гипотермия включать до интро и после операционного мероприятия ну и активная система обогрева пациента должны быть сюда включены спасибо за внимание спасибо большое Юрий Леонидович уважаемые коллеги кто желает задать вопрос костюм к костюм Продолжение следует... 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 В ТКГ нормально, не має скарг на боль за грудиною. Не треба було робити його, да? Добре. Ну, вот, власне, оці питання хочу обговорити сьогодні, оскільки вони досить таки актуальні і сьогодні на більшості Конгресів обговорюються. Тому теж хочу до вас донести те, що є на сьогоднішній день. Ну, взагалі, ми звикли вважати, що анестезія безпечна. Вона стала набагато безпечнішою, ніж була раніше. І от такі цікаві дослідження. Два мільйона пацієнтів в Японії. Це всі смерті, які пов'язані з хірургією, так, в переопераційному періоду. І ось це тільки ті, які дійсно пов'язані з анестезією. Тобто, анестезія, насправді, дуже рідко викликає, ну, безпосередньо, коли ми можемо сказати, що це пов'язане з анестезією. І за останні роки відбулося суттєве зменшення, так, якщо раніше було 64 пацієнта на 100 тисяч, то зараз це 0,4 на 100 тисяч. Ну, і, звісно, зростає, якщо асо у пацієнта більше, та якщо у пацієнта більше вік. Ну, власне, ще одна така огляд, так, дійсно, анестезія – ноль смертей, пов'язаних саме за анестезією. Але при цьому переопераційна смертність, вона не так вже і знизилась. Якщо дивитись за останні роки, вона, можливо, навіть підвищилась, за деякими даними. Якщо брати весь переопераційний період, то це 146 тисяч пацієнтів в США. Ну, і взагалом, якщо казати про переопераційний період, то хірургія, вона не така вже і безпечна, навіть сьогодні, і вона залишається третьою причиною смерті, смерті найчастішою у пацієнтів. Тобто, смерть протягом 30 днів після операції. І якщо взяти 200 мільйонів пацієнтів, які некардіальну хірургію щороку отримують, то приблизно 1 мільйон помре протягом 30 днів після операції. Ну, і це найчастіше буде пов'язано саме з операцією. Ну, це така статистика, так, 1% в Америці, ну, і 2% всесвітньої смертності. Які ж причини? Найбільш часті – це пошкодження міокарду, велика кровотеча, сепсис та інсульт. Ми сьогодні зупинимось на пошкодження міокарду та на гіпотензії як, власне, факторі ризику цього пошкодження. Як взагалі визначити інтеропераційну гіпотензію? Ну, є така дуже велика розбіжність в даних і дослідженнях, і думок анестезіологів з цього приводу. 140 різних визначень є у 130 публікаціях, тобто кожна публікація дає фактично своє нове визначення. Але, ну, загалом це середній артеріальний тиск, який менше, ніж 65 мм вт. стовпчика. Ну, і частота досить висока. Потягом однієї хвилини, ну, залежно так від даних, від 65 до 50% пацієнтів мають до 5 хвилин на інтеропераційну гіпотензію. Фактори ризику. Тут ділимо на дві групи, так? Після індукції гіпотензія, яка вона каже, ще до того, як хірургів взагалі дотрикнулися до пацієнта, так? Вони ще не встигли зробити кровотечу, так? Або рання інтеропераційна, це вже коли почалась операція. Факторами ризику є хірургія, якщо вона є ургентною, вік пацієнта, чим він більше, і наявність низького тиску до операції, до індукції. Якщо казати про ранню інтеропераційну гіпотензію, то це також ургентна хірургія, наявність нейроксіальної анестезії, вік, ну, і теж аса-клас та наявність гіпотензії до операції. Ну, а тепер, власне, впливи на ризики ускладнень. От наявність інтеропераційної гіпотензії, причому дуже короткої. 1-5 хвилин, 6-10 хвилин, 11-20 хвилин і більше 20 хвилин. І, відповідно, ризики гострого ниркового пошкодження, ризики кардіальних ускладнень та ризики міокардіального пошкодження, вони зростають. Ну, от максимально це в 2 рази, якщо у вас більше 20 хвилин, ну, тут десь півтора рази, але суттєво, достовірно, зростають лише за 10 хвилин гіпотензії в день операції. Залежно від того, яка ступінь гіпотензії, так, якщо у вас менше 55, то взагалі ось така експонента, так, вірогідності гострого пошкодження нирок, це ось цей варіант, і гострого міокардіального пошкодження, так само зростає вірогідність, якщо у вас велика, якщо у вас гіпотензія менше 55 середнього артеріального тиску. Ну, і вірогідність також, тут інший графік, просто те саме, в принципі, що чим менше ваш артеріальний тиск середній, тим більше шанси того, що буде пошкодження нирок або пошкодження міокарду. Якщо казати про смертність пацієнтів, то вона також суттєво підвищується, якщо середній артеріальний тиск був менше, ніж 60 протягом 10 хвилин або більше, тобто 10 хвилин достатньо, і це доводить досить велика кількість пацієнтів, 104 тисячі пацієнтів після некардіологічних втручань, ну, саме тому звертаємо на це вашу увагу. Не тільки інтраопераційно це може трапитись, 35% інтраопераційно, але 32%, причому є з них і нові випадки, так, після, в день після операції. Добре, якщо ваш пацієнт замонітурований і після операції, гірше, якщо він знаходиться десь в палаті, де взагалі йому тиск мірюють два рази на день. Ну, от, власне, ще одне дослідження, смертність пацієнтів та гіпотензія також, чи вона була інтраопераційна, чи вона була протягом дня після операції, смертність пацієнтів підвищується. Ну, що ми тут можемо зробити? Тут, власне, є декілька таких технологій, які на сьогоднішній день дозволяють попередити розвиток гіпотензії щодо того, як вона виникла клінічно. Тобто, є такі думки, що процеси, які запускаються, можна виявити раніше, ніж ви побачили вже перші симптоми гіпотензії, і, відповідно, оце терапевтичне втручання може бути десь раніше. Ну, і що для цього є? Є для цього такі технології, які аналізують фази артеріального тиску, хвиль артеріального тиску, і на основі них формують алгоритм і індекс вірогідності гіпотензії. Можете запустити відео, будь ласка? Відео запустити. Ці технології, поки що, можливо, у нас не дуже розповсюдились, не дуже доступні, але принаймні, що? Не всіх, так, не всіх доступні. Але принаймні ми можемо про них згадати та знати. Дякую. 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 Гіпотензивний епізод, який виникне з досить високою чутливістю та специфічністю. Другий варіант, який більш, мабуть, до нас ближчий і дотичний, це індекс колобування нижньої порожнистої валі. Буквально у 2019 році відомий дуже інтенсивіст Вінсент опублікував таке проспективне дослідження, коли вони брали пацієнтів, ну також літнього віку, схожих на нашу бабусю, якому спочатку обговорювали, та вимірювали їм індекс колобування нижньої порожнистої вени перед операцією. Тобто це різниця між діаметром вени на вдосі і на видосі. Дуже просто рахується, навіть якщо ви не дуже вмієте робити УЗД, це зробити елементарно. І от група, у якої індекс цей був більше, ніж 50%, вони достовірно мали більшу різницю, більше зниження систолічного тиску. Під час індукції цей метод отримав досить непогану чутливість та специфічність. Тобто є можливим варіантом, якщо ви підозрюєте ризик гіпотензії у вашого пацієнта, і ця гіпотензія буде дійсно мати серйозні впливи на результати його лікування. Такий загальний алгоритм, які цільові показники середнього артеріального тиску, залежно від операцій, рекомендованій на сьогоднішній день, це якщо це кардіальна операція, то 70-100% середній артеріальний тиск, каротидна ендертеректомія взагалі більша, ніж 120% від базового, сереброваскулярна також, ну а для всіх інших це середній артеріальний тиск більше 70% в середньому. Ну і про пошкодження міокарду також декілька слів. Власне, інфаркт міокарду, так ми висказали, що якщо немає КГ змін, то ми нічого не робимо. Але насправді інфаркт міокарду, він все-таки не такі части після операції, всього лише 4%, але зовсім інша справа – це пошкодження міокарду, МІНС на сьогоднішній день, це 18% з пацієнтів, які старше 45 років, мають підвищений тропанін, і більшість з них такі дійсно безсимптомно. Але ж це не просто тропанін, бо з 18,8,5 мають потім інфаркт міокарду, зупинку серця або смерть протягом 30 днів після операції. Ну і в 4 рази збільшуються ризики смерті після операції. От рівень тропаніну та 30-денна смертність після операції, вони однозначно, якщо рівень тропаніну від 5 і далі, і далі, і далі, тут всюди, як бачите, достовірно шанси померти вашого пацієнта зростають, причому в цьому випадку 227 разів. Це стосується максимального пікового тропаніну, і це стосується різниці в тропанінах, абсолютної зміни тропанінів, так само достовірна всюди динаміка з смертністю. Як ми визначаємо? Це міокардіальне пошкодження внаслідок ішемії протягом перших 30 днів після операції, це МІНС так називається. Ну і критерієм є рівень тропаніну 0,3 нанограм на літр та більше, за сучасними уявленнями. Які можуть бути причини? Це, по-перше, кардіальні, звісно, якщо у вас є гіперкоагуляція, є певні на блок судин, або це можуть бути взагалі некардіальні фактори, коли у вас є гіперкоагуляція, коли є гіпотензія, сепсис, неркова недостатність, тоді виникає другий тип, так званий, другий тип міокардіальної ішемії, але все одно воно призводить до міокардіального пошкодження та інфаркту. Як же предикцію зробити? Фактором ризику є операції високого ризику, це абдомінальний, торакальний, судинний, наявність ішемічної хвороби серцевої анамнезі, хронічна серцева недостатність, транзиторна ішемічна, так або ГПМК анамнезі, лікування інсуліном до операції, та креатонін більше, ніж 177. Це такий індекс, так? Високий кардіак ризик індекс, який можна дуже швидко і легко порахувати, якщо знаєте такий ресурс Медкальк, це займе у вас десь секунд 10, і ви вже будете знати, який ризик має ваш пацієнт і одразу буде навіть відсоток шансів померти цього пацієнта після операції. Якщо у вас 0, то це 3,9%, якщо 1, 6%, і якщо у вас більше 3, то це вже 15% того, що ваш пацієнт помре протягом 30 днів після операції. Інші методи. Кардіограма та ехо серця. Немає поки що таких достовірних даних, що вони потрібні, але для пацієнтів, у яких є хірургія високого ризику, абдомінальна теракальна босодина та додаткові фактори ризику. Тропоніновий тест BNP та проб BNP. Чудово, якщо ви робите їх до операції, бо вони визначають ризики вашого пацієнта. Ну і такі нові технології лабораторні, які поки що у нас не доступні, але також можуть бути використані, як предиктори кардіоваскулярних ускладнень. Безумовно, МІНС має зв'язок з гіпотензією. І чим менша гіпотензія, тим вище ризик пошкодження міокарду. Навіть, якщо це всього 10 хвилин. На сьогоднішній день не так багато у нас даних по попередженню пошкодження міокарда. Принаймні, за тими оглядами, на які я посилаюся, немає даних, що це 19-го року огляд, просто в ньому підсумовані дані, які є доказові. Бета-блокатори, аспірин, клонідін, гемотрансфузія, якщо її зробити перед операцією, селективна ревоскуляризація не зменшують ризики міокардіального пошкодження. А от відміна інгібіторів АПФ достовірно знижують ризики інтраопераційної гіпотензії, а значить і інсульту, і міокардіального пошкодження на 18%. Тому це абсолютно є рекомендовано на сьогоднішній день відмінити інгібітори АПФ перед операцією. Статини. Це ще один метод, який є на сьогоднішній день доведеним. Якщо це пацієнти високого ризику, то передопераційна терапія статинами зменшить ризики їх і померти, і того, що розвинеться інфаркт міокарду. Ось аналіз у користь статинів. Це смертність також на користь статинів, тому передопераційне призначення статинів є доцільним у пацієнтів високого ризику. Ось той індекс, який ми рахували, якщо більше одного, то вже є доцільним. Щодо того, як лікувати. Якщо ви виявили ось той безсимптомний тропонін, чи варто його лікувати? На сьогоднішній день стандартизованих протоколів поки що немає. Це нова проблема, не тільки в нас, вона нова і в світі. От є лише одне дослідження, проспективне щодо лікування, інтенсивної лікувальної стратегії, з інгибіторами П, статинами та бета-блокаторами. Але переваг в цьому одному маленькому дослідженні не доведено. Тому поки що рекомендують моніторинг пацієнта щодо кардіальних та некардіальних ускладнень, ЕКГ, динаміка, ну і далі вже дії, якщо виникають якісь ускладнення. Отже, існує стійка асоціація між гіпотензією та міокардіальним ушкодженням, неркової недостатністю та смертю пацієнта у перші 30 днів після операції, навіть якщо це було 10 хвилин гіпотензії. Факторами ризику є похилий вік, ургентна операція, гіпотензія до операції, нейроакціальна астезія та високий ризик за асо. Індекс фірогідності гіпотензії та індекс клубування порожнисту вени перспективні та ефективні методи раннього попередження інтеропераційної гіпотензії і підтримка систолічного гертеріального тиску більше 100 та середнього гертеріального тиску більше ніж 60-70 і рекомендована для більшості пацієнтів та більшості втручань. Моніторинг тропоніну до та після операції рекомендований для всіх пацієнтів з кардіальним ризиком більше двох або з кардіальним ризиком більше одного для суддинних операцій. Критерієм Мінсу є підвищення тропоніну більше ніж 0,03 і асоціюється з підвищенням ризику померти в 4 рази. Ну і що робимо у пацієнті з Мінсом? Поки що тільки моніторуємо даних щодо медикаментозного лікування. Наша пацієнтка мала дуже високий ризик міокардіального пошкодження та смерті після операції 15%. Їй потрібно було відмінити еналаприл. Їй потрібно проводити моніторинг тропоніну, бажано не тільки після операції, але й до операції. І, мабуть, їй потрібно було зменшити, мінімізувати ризики гіпотензії, обережно використовуючи нейроаксіальну астезію, або, можливо, відсрочивши введення болюсу, використовуючи індекс вірогідності гіпотензії та колобування порожнистої вени і, можливо, моніторуючи інвазивний артеріальний тиск. Дякую вам за увагу. Вважаю, щоб ваші пацієнти жили довго після операції. Дякую за перегляд! 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 но продленный после окончания оперативного вмешательства, в них точно установлены влияния на полиморфно-ядерные гранулоциты, адгезию их от деталиальным клеткам. То есть на сегодняшний день это можно использовать в регуляции воспалительного ответа. Очень интересный факт, что противовоспалительный эффект сохраняется до полутора суток после прекращения введения, например, внутривенного ледокаина. До полутора суток противовоспалительные антицитокиновые эффекты сохраняются. И это может иметь достаточно большое влияние, например, на возникновение респираторного дистресса при большой абдоминальной хирургии в плане его снижения. Частота тромбоэмболических осложнений у Ивана Ивановича было сообщение, не буду об этом говорить. Нужно сказать, что очень важно то, что большая нейроаксиальная анестезия-аналгезия, она препятствует гиперкоагуляции, не влияя на физиологические механизмы свертывания, а не только отнюдь, не за счет только лишь вазоплегического эффекта и улучшения вязкостных свойств и текучести крови как такового. Значит, очень долго мы работали, смотрите, я, чтобы правильно меня поняли, я не против большой нейроаксиальной анестезии, я за то, чтобы методы другие использовались шире, зачастую методы менее, скажем так, менее опасные. Смотрите, все в минусы идет у нас в плане эростратегии. Задержка мочи, гипотензия, дополнительные расходы на валимическую поддержку или вазопрессоры. Речь не обязательно идет о больших каких-то проблемах, вот о которых я скажу. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, эпидуральная анестезия-аналгезия, она остается в арсенале, там, где она действительно по большому счету показана. Сейчас выросло количество межфасциальных блоков очень сильно. Например, эректор спинный блок может быть полной альтернативой эпидуральной анестезии на сегодняшний день, действительно являясь менее инвазивным. Поэтому, безусловно, вот смотрите, мы прошли большой путь, вот почти 20 лет уже прошло после этого опроса, когда, например, анестезиологи Великобритании, а их уровень, я даже считаю, выше, чем в Северной Америке на сегодняшний день, они вот тогда говорили об эпидуральной анестезии как идеальном методе обезболивания во многих областях хирургии, которые снижают частоту многих-многих осложнений. Это наша, кстати, работа 2012 года, значит, которая показала значительно более эффективное обезболивание, чем, ну, системное обезболивание опиоидами, это понятно, в абдоминальной хирургии и в урологической. Значит, на сегодня острая боль сопряжена с иммунными нарушениями, что еще большой плюс в местных анестетиках, противоопухолевая активность, и особенно они не влияют прямо на возникновение опухолей, а они влияют на прогрессирование и сроки рецидива, потому что на поверхности неоклеток образуется большое количество натриевых рецепторов и натриевых каналов различного типа, которые являются непосредственной точкой приложения местных анестетиков. Поэтому темпы метастазирования, сроки рецидивов напрямую зависят от использования методов местной инфильтрационной, топической, поверхностной, внутрибрюшинных орошений и так дальше, и анестетиков, которые для этого используются. Поэтому блокада местными анестетиками натриевых каналов подавляет способность к миграции метастатических клеток. То есть они действуют путем ограничения инвазии, миграции, метастатической диссиминации. Не забываем о том, что все местные анестетики, абсолютно все, эфирные и амидные в разной степени только являются антимикробными препаратами, вирусной и антибактериальной активностью. Это очень важный момент на сегодняшний день, поэтому мы можем это использовать, если продлить инфузию, мы можем рассматривать этот эффект как дополнительный, как профилактирование, это инвазивная все равно технология, катетерная и так дальше. На сегодняшний день, что мне кажется еще очень важным. Значит, я пропущу то, что у нас было. Смотрите, вот то, о чем я хотел сказать особенно. Что из инфильтрационных техник предпочтительнее? Значит, ну вот Хенри Кехлет в 2006 году, он уже тогда говорил о безопиоидном обезболивании. Не сама цель это. Сегодня было у нас выступление Дмитрия Валерьевича. Смотрите, выживаемость, количество гемотрансфузий, стадия рака, степень дифференцировки, использование или неиспользование на сегодняшний день эпидуральной анестезии, как компонента, влияет на эти параметры. А вот что мы должны взвесить. С одной стороны, трудоемкость мониторинга и собственного метода осложнения, и качество аналгезии, вот ограничение стресс-ответа и риска осложнения летальности, а в данном случае и конечного онкологического прогноза. Боль после операции, об этом много говорили, современные концепции. На сегодняшний день очень важно, что безопиоидная или малоопиоидная аналгезия, я считаю, что ничего страшного, если мы используем опиоиды интраоперационно и как компонент после, важно в том, что это не было бы монообезболивание на сегодняшний день, и не важны пути их ведения. На ироксиальный, например, тот же морфин, исключительно эффективная методика. Даже несмотря на его растральное распространение и риски депрессии, это наша проблема мониторинга, отсроченная через сутки, 16 часов. Новые публикации, смотрите, региональные методы эпидуральные, не паравертебральные, с умеренной степенью доказательности снижают частоту хронической боли. Остается непонятным, кстати, как рановский обзор, влияет ли инфузия лидокаина на интенсивность боли, на частоту послеоперационной тошноты и рвоты, степень облегчения боли с помощью эпидуральной скромна. В сравнении с применением внутривенной пациент-контролируемой анестезией и аналгезией. Еще одна проблема на сегодняшний день. Качество сбалансированного обезболивания без включения региональной анестезии зачастую не уступает. Вопрос тогда, стоит ли повышать инвазивность. Стоит только в том случае, если сформировано, скажем, установки клиники, если имеет настоящий опыт, а не на этапе накопления технических навыков и неизбежных, ну пусть не ошибок, но, скажем так, погрешности в методе, когда он не работает на 100% на каком-то этапе. Значит, эпидуральная анестезия может быть эффективной, но она имеет больше побочных эффектов по сравнению с переневральной инфузией местных анестетиков, то есть менее эффективных препаратов. Ну, не будем говорить о системной токсичности на сегодняшний день. Смотрите, какие вот есть очень интересные факты. По поводу эпидуральных гематом. Это исключительно эксклюзивное осложнение. Оно, ну, я не знаю, один раз я так подозрение мы встречали, но, тем не менее, смотрите, вопросы. 2004 год. При эпидуральный 1 на 18 тысяч, спинальный 1 на 150 тысяч. 2007 год, обратите внимание, 1 на 4 тысячи 100. А что происходит? Наверное, стали больше делать эпидуральных. С учетом как бы протокольной части из-за тем, что они вошли в доказательные рекомендации. Посмотрите сюда. Прошло 3 года. 1 на 18 тысяч, а стало 1 на 4 тысячи 100. Что, в 4 раза стало опаснее эпидуральная анестезия и аналгезия? Очевидно, нет. Но, значит, лучше бы не тарируются побочные эффекты. Да, это драма. Эпидуральная гематома – это драма, безусловно, на сегодняшний день. Это не для того, чтобы, скажем так, отпугнуть от этого метода. Главное, мы просто должны больше помнить. Нутрибольничная летальность – понятно. В условиях эпидуральной гематомы тут нечего комментировать. Значит, факторы риска эпидуральной гематомы, нарушение коагуляции, параллельный прием антикоагулянтов, травматичная функция, возраст, коморбидность у женщин часто в определенных областях хирургии. Ну, и этап обучения, то, о чем говорил. Бывают даже вот такие казуистические моменты. Смотрите, результат 2018 год – внутричерепное субдуральное и спинальное эпидуральное кровоизлияние 2 в 1. Называется осложнение эпидуральной анестезии. Значит, в протоколе эффекты жировых эмульсий все вы прекрасно знаете. Скажу единственное только об вот этом моменте. Это очень важная тактика на сегодняшний день. ЛАР-протокол – это системная токсичность. Всем все понятно. Значит, на сегодняшний день Джозеф Элдор предложил вот эту концепцию ЛАР-местная анестетика-реверсал – обратимость эффекта, когда мы используем жировые эмульсии для управления длительностью блоком, в том числе большой нейроаксиальной анестезией. Почему? Ну, потому что нам иногда не нужна длительность, нам хочется ее оборвать. Это прекрасно, когда есть антагонистические пары, да, отравление угарным газом и, например, гипербарический кислород, или на лаксон с морфином, ну и все остальное. Вы знаете, не хуже меня. Это новая философия региональной анестезии на сегодняшний день. Поэтому вот смотрите, как это было впервые показано. Впервые в мировой практике использование жировых эмульсий для управления региональным блоком. 71 год женщина, плановое тотальное эндопротезирование кесарево сечения, двухуровневая, комбинированная спинальная эпидуральная анестезия, без осложнений, левобупивокаин плюс фентанил. Скорость 5 мл в час для послеоперационного обезболивания. Через 8 часов больная жалуется на утрату чувствительности на неоперированной стороне. При обследовании снижение тактильной, чувствительной и двигательной силы на неоперированной ноге, на оперированной ваш прекрасно 2 из 10. Эпидуральный катетер подтянули на 2 см, снизили дозировку темп, остановили инфузию. Несмотря на это, спустя 4 часа состояние с неоперированной конечностью не изменилось. Решено использовать жировую эмульсию как вспомогательную терапию. После завершения введения жировой эмульсии, через 60 минут сенсорный и моторный дефицит ликвидирован полностью. Возобновилась сильная боль, потребовавшая назначение внутривенного морфина. Эпидуральная анестезия возобновлена, эффективный контроль боли достигнут в течение 3 дней после эпизода. Поэтому первое в медицинской литературе это упоминание липидной эмульсии по показаниям отличным от системной токсичности на сегодняшний день. Поэтому, ну я не буду сейчас останавливаться, какую, кстати говоря, у нас было очень долгое время дискуссия с Владимиром Сергеевичем Фисенко. Он настаивал на том, что любая жировая эмульсия хороша для этого. Мы говорили о том, что только интралепид. И тогда так было. Даже была такая статья о том, что липофундин ухудшает, скажем, результаты сердечно-легочной реанимации, если это проблема системная токсичность. Только интралепид. Ну, мнения могут быть разные, но обратите внимание, тут есть еще один момент. Есть другие реверсивные стратегии, при которых оказалось очень перспективным введение жировых эмульсий, а не только для регуляции блока. Это амниотическая эмболия в акушерстве с остановкой кровообращения, как первое действие введения жировых эмульсий предлагается. Спинальный эпидуральный лаваш. Кристаллоиды для прерывания двигательного блока, а также лаваш при тотальном спинальном блоке. И самое интересное, то что есть у нас другие токсические агенты, полными антагонистов, которых являются жировые эмульсии. А именно, трициклические антидепрессанты, седация после терапевтического использования ингаляционных анестетиков и еще 65 других веществ. Кстати, предлагается добавлять левосиминдан к адреналину при системной токсичности для повышения эффективности реанимационных мероприятий. Субдуральная гематома тоже проблема. Значит, гематомы и абсцессы, вот они собраны в большом обзоре в британском журнале анестезиологии. Поэтому, смотрите, вот в последних у нас есть работы, которые показывают. Известные исследования подчеркивают все-таки клинические преимущества, например, эпидуральной аналгезии для хирургии пищевода. Однако, не найдено доказательств того, что дальнейший онкологический исход определяется или существенно зависит от отсутствия или присутствия эпидуральной аналгезии как компонента сбалансированного обезболивания. Ну, тут различная симптоматика, которая присуща, скажем, отрицательным моментам со стороны большой нейроксиальной анестезии и так дальше. Неврологический дефицит. И вот вопрос, что как альтернатива? На сегодняшний день, вот уже было упомянуто, то, что касается межфасциальных блоков. Субкостальный ТАП-блок, именно в таком варианте предлагается выполнение его, а не традиционный ТАП-блок. И очень много межфасциальных блоков, например, блокады ПЭКС-1, ПЭКС-2 для радикальной мастектомии, а не, например, паравертебральной, которую предлагали как альтернативу таракальной эпидуральной анестезии как компонент. ПЭКС-1 и ПЭКС-2. Кстати, вот я вчера смотрел в журнале Анестезиологи в последнем номере. Они предлагают только ПЭКС-1. Наши выполняют оба. И ПЭКС-1, и ПЭКС-2. Межфасциальные блокады. Значит, блоки периферических нервов, внутривенный ледокаин, инфузия в рану, независимо ни от чего, при любых операциях, ТАП-блок, при любых операциях с вовлечением передней брюшной стенки, инфильтрация раны и продленная инфузия в рану. Поэтому на сегодняшний день, смотрите, у нас, да, паравертебральный блок. Паравертебральный блок, в принципе, на всем протяжении позвоночного столба сейчас рекомендуется. Считаю его достаточно безопасным, не менее эффективным. Это контраст при паравертебральном блоке. Не менее эффективным, не сложным методом, ну, при определенной степени освоения. И, конечно, несопоставимым по своим эффектам с грудной, например, эпидуральной анестезией, аналгезией. Причем, смотрите, межреберный блок показан абсолютно не уступая таракальной эпидуральной анестезии при тех же используемых местных анестетиках на сегодня. Тем не менее, можно рекомендовать эпидуральную пациентам при больших оперативных вмешательствах, в той же самой, как бы, скажем, радикальной мастектомии, как для предотвращения хронической боли. Но, тем не менее, инфильтрация в рану, я показывал, это много раз этот слайд, это наша работа, уже 20 лет ровно, юбилей. Смотрите, ваш в движении при инфильтрации место разреза, при гистеректомии открытой тогда выполнялось. И самое главное, что полный контроль воспалительного ответа, нет температурной реакции только у тех больных, у которых была подкожная инфильтрация четвертьпроцентной бупивокаина, анекаин тогда был у нас, это и плев. Значит, вот современная тенденция все-таки соотнести зону операции и зону анестезии. Очень много переартикулярных техник, в том числе и в онкологии. Блок аналодуктора. Местная инфильтрационная аналгезия обеспечивала лучше аналгезии, чем региональные блоки в покое, предохраняла функцию мускулес-квадрицепс у больных при операциях на колене, с надежным профилем безопасности. Значит, комбинация местной инфильтрационной региональных блоков, вот очень много говорят об этом блоке, айпек, это пространствами между подколенной артерией и капсулой, вот задней капсулой колена. И сравнивали с аддуктором, блокадой канала аддуктора, вот айпек имеет преимущество на сегодняшний день. Поэтому, что можно сказать, ну вот такое образное выражение, не получается ли так, что если мы большую нейроаксиальную анестезию выполняем, что мы тушим во всем квартале свет, вместо того, чтобы его выключить в одном отдельном конкретном доме. Поэтому, безусловно, решение за вами, мультимодальная системная аналгезия, в любом случае является для нас любой альтернативой при любых особенностях, которые мы все равно будем делать, если есть антикоагулянты, если есть септические моменты, которые, в принципе, нам мешают выполнить эту анестезию. Ну вот я хочу, заканчивая, привести вот такой протокол, британский, смотрите, на мой взгляд, очень хорошая колоктомия. Значит, 5 дней до операции, начало нутритивной поддержки с иммунными добавками, 3 дня до операции, прекращение добавок и начало диеты с низким содержанием волокон, 1 день до операции, без твердой пищи только жидкости, в день операции, значит, без сахара прозрачные жидкости, до 3 часов до начала операции. Значит, потом углеводная нагрузка, потом превентивная мультимодальная аналгезия, до операции 600 мг габапентина, опять грамм внутривенного парацетамола, и 700 мг, но это антиэметик. Значит, и потом ничего больше через рот и питье до послеоперационного периода. Анестезия, лидокаин и дексмедетамидин плюс кетамин, вот то, о чем говорили, переоперационная инфузия. Экспорель – это продленный местный анестетик, пока у нас его нет. Таблок – значит, задний доступ к блокаде влагалища прямой мышцы живота, субкостальный блок, я считаю, это самый современный на сегодня протокол, субкостальный доступ к поперечной фасции живота в условиях УЗИ-контроля. Ну, здесь продолжаются длительные местные анестетики. Значит, по 20 мл каждого блока. Лидокаин или дексмедетамидин продолжается инфузиона 0,2-0,7 мкг на кг в час, кетамин 0,5 мг на кг болюс с последующим 10-20 мг в час, дексаметазон оптимально 10 мг внутри вена. И после операции целикоксиб, ацетаминофен, парацетамол внутри вены каждые 8 часов, метокарбамол, вот 750 мг внутри вена каждые 6 часов, габапентин 300 мг каждые 8 часов, ну и опиоиды, если они действительно нужны. Все, еще раз приглашаю вас на наш симпозиум. Спасибо большое. Спасибо. 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 Протокол, последний уже в СССР по тромбопрофилактике в онкологии, в онкологических больных. Надо сказать, что протоколы по тромбопрофилактике, они разные, отличаются, это мой конфликт интересов, они отличаются, могут отличаться от разных гайдлайнсов, особенно когда гайдлайнс касается кардиохирургов, он не совсем может четко отвечать на те вопросы, которые при полостных операциях и так далее, и так далее. Поэтому гайдлайнс, гайдлайнс рознь. Но последний протокол, который вышел, это тромбопрофилактика в онкологии, там существенно поменялись. Я на предпоследнем семинаре говорил, что меняется тенденция, уклон, выбор препаратов, новые антикоагулянты, которые все более и более входят в широкую практику, не только не в онкологических больных, а именно в онкологии. И что нуаки занимают все большее место. И вот как раз новый гайдлайнс август месяц этого года как раз и дает новые рекомендации о более широком использовании нуаков у онкологических больных. И так по порядку. Итак, актуальность темы венозных тромбопрофилактики в онкологии. Буквально несколько слайдов на конгрессах все время мы говорим. Вы, конечно же, знаете, что онкологический больной это больной с достаточно более высоким риском тромбоэмболических осложнений, чем неонкологических больных. Вторая по значимости причина смерти после прогрессирования рака это тромбоэмболические осложнения. И риск рецидива тромбоэмболических осложнений в три раза выше у онкологических больных по сравнению с больными неонкологического профиля. При этом, при том, что есть риски тромбоэмболических осложнений, при этом есть и риски кровотечений, особенно при приеме разных видов антикоагулянтов. Поэтому антикоагулянтная терапия актуальна и имеет ряд нюансов у онкологических больных. У пациентов со злокачественной опухоли частота развития венозной тромбоэмболии, мы все время говорим, что она достаточно высокая, она в 4-7 раз выше, чем неонкологических больных. У этих же онкологических больных смертность от тела и кровотечений выше. Это данные Риета. Мы видим, что фатальное тело и фатальное кровотечение выше у больных, которые имеют онкологическое заболевание. И частота риск смерти при активном канцеросоциированном тромбозе, я эти слайды уже приводил, они сохраняются практически в течение всего года. Понятное дело, что в первый месяц они самые высокие, постепенно они сохраняются еще в течение первых 6 месяцев. И не зря рекомендации по гайдлайнсу продолжать 6 месяцев после онкологической операции при наличии рисков либо тромбоэмболических осложнений онкологических больных. И мы видим, что даже через год риски продолжают сохраняться в смерти. Итак, что есть в гайдлайнсах? То, что было, я кратко напомню. Первичная тромбопрофилактика онкологических больных. Это гайдлайнс 2016 года. Низкомолекулярные гепарины один раз в день или нефракционированные гепарины один раз в день. Начало за 12 или 2 часа до операции продолжать минимум 10 дней. Обратите внимание, 10 дней. Нет данных, позволяющих заключить о преимуществах низкомолекулярных гепаринов между собой. Надо использовать наивысшую рекомендуемую дозу низкомолекулярных гепаринов. Продленная тромбопрофилактика 4 недели рекомендуется для предупреждения венозных тромбоэмболий после большой лапаротомии у больных с высокими рисками венозно-тромбоэмболических осложнений и низким риском кровотечения. Такой же подход рекомендуется и после лапароскопических операций. По поводу лапароскопических операций и необходимости тромбопрофилактики и вообще риски тромбоэмболических осложнений при лапароскопии, Юрий Юрьевич и на прошлом семинаре, и снова сегодня это снова акцентировал, что лапароскопия низкак не уменьшает риски тромбоэмболических осложнений. Итак, вторичная тромбопрофилактика лечения ICCP. До ее 2016 года низкомолекулярные гепарины предпочтительнее перед АВК и НОАКами. В случае выбора парорального антигаглянта нет предпочтений между АВК, добегатраном, ревороксабаном, пексабаном. Продленная терапия после трех месяцев лечения рекомендуется больным с низким или средним риском кровотечения. Здесь не приводится конкретизация, не указывается, какой из препаратов отдать предпочтение. Ну вот, смотрите данные, какие есть. Это лечение, вторичная тромбопрофилактика, лечение этих гублянтов в течение 30 дней. Как они распределяются? Парентеральные, ДУАКИ, антагонисты витамина К. Парентеральные, это низкомолекулярные гепарины с переходом на антагонисты. Это витамина К. При активном раке, при активном раке через 90 дней. Мы видим, что парентеральная сохраняется, и постепенно ДУАКИ начинает занимать, если еще при активном раке рекомендовалось 11%, то уже у больных больше 3 месяцев ДУАКИ начинает вырастать и занимать все большую позицию. Если говорить о протоколе ИРАС, что зашито в каждом протоколе по каждой нозологии? К примеру, колоректальные операции. Рекомендуется с высокой степенью доказательности, умеренной, качеством доказательности, механической тромбопрофилактики до выписки, то есть в ношении эластических бинтов, либо чулков, после операционной низкомолекулярной гепарины 28 дней. Уже в 2019 году для колоректальных операций нефракционированные гепарины не упоминаются. Чутко прописываются трубы профилактики до выписки низкомолекулярными гепаринами. При том, что, обратите внимание, одна из работ 2016 года, почему колоректальные операции. Снизилась травматичность операции, лучшее качество анестезии, аналгезии, меньшая стресс-реакция. Обратите внимание, 8-27% колоректальных хирургов выполняют традиционные рекомендации по тромбопрофилактике. То есть они рекомендуют в течение 28 дней использовать низкомолекулярные гепарины. Только 30% треть хирургов рекомендует продолжить низкомолекулярные гепарины после операции. Ранабизировано контролированные исследования. Почти больше 200 тысяч больных колоректальной операцией. Чистота симптоматических венозных тромбоэмболий, тромбоза глубоких, вентела после операции, после выписки из стационара очень низкая. Поэтому задаются вопросы, соответственно, насколько долго надо проводить именно низкомолекулярными гепаринами, либо перейти на другие группы препаратов. Нет специфических данных, которые поддерживают применение продленной тромбопрофилактики у больных с низким риском, идущих по протоколу ЭРАС. Если больной идет с низким риском, даже онкологический больной с низким риском, то надо ли ему продленная тромбопрофилактика низкомолекулярными гепаринами? Остается вопрос, однако, учитывая серьезность тромбоэмболических осложнений среди колоректальных больных, отсутствует данных, показывающих отсутствие риска либо пользы от короткой тромбопрофилактики или без профилактики. Поэтому продолжают рекомендовать использовать все это низкомолекулярные гепарины, потому что лечить тромбоэмболические осложнения дороже и имеет свои больше неблагоприятные исходы. Панкреат до дональной резекции, протокол не обновлялся, как и по питанию я его приводил. Низкомолекулярные гепарины должны продолжаться в течение 4 недель после выписки. Механическая тромбопрофилактика должна быть добавлена у больных с высоким риском. Не фракционированные низкомолекулярные гепарины предпочтительнее все-таки отдается в этом же протоколе для низкомолекулярных гепаринов. При этом акцентируется такое внимание, о котором сегодня уже много раз говорили, особый контроль при использовании эпидуральной аналгезии. За 12 часов до эпидуральной, 12 часов после эпидуральной аналгезии, постановка удаления катетеров. Риск эпидуральной гематомы увеличивается при одновременном использовании антитрабоцитарных препаратов и оральных антикоагулянтов. Это то, что прописано в протоколе по ПДР. Пищевод, обновленный в этом году, начало за 2-12 часов до операции, высокий уровень доказательности. Низкомолекулярные гепарины должны продолжаться в течение 4 недель. Низкомолекулярные гепарины должны сочетаться с тромбопрофилактикой механической. Если здесь только у больных высокого риска, то здесь должны сочетаться. Резекция пищевода, низкомолекулярные гепарины акцентируется снова контроль при использовании эпидуральной аналгезии, потому что мы снова помним, что эпидуральная аналгезия продолжает рекомендоваться для такого вида операций. Эластические чулки также эффективны, как и перемежающая компрессия. Это в сторону того, что есть аппараты, которые проводят перемежающую механическую компрессию, но чулки эластические также эффективны и существенных различий по конечному результату между этими двумя подходами нет. Тромбопрофилактики с низкомолекулярными гепаринами эффективны два раза в день по сравнению с одним разом в день. Обычно чаще всего мы читали в других протоколах, не акцентировалось, а именно при резекции пищевода акцентировали, что более эффективна двукратная тромбопрофилактика. Здесь сразу же надо четко вспоминать, что если два раза тромбопрофилактика идет в сутки, то необходимо четко понимать, когда удалять эпидуральный катетер. Гастроэктомия. Низкомолекулярные гепарины лучше нефракционированных гепаринов. Начало за 2-12 часов до операции продолжать до полной мобилизации и, возможно, несколько недель, не только 28 дней, но и больше. Механическая тромбопрофилактика должна применяться у больных с высоким риском. Протокол к протоколу все-таки различается. Здесь снова низкомолекулярные гепарины в отношении настороженности эпидуральной аналгезии надо четко представлять. Операции на печени. В 2016 год низкомолекулярные гепарины или нефракционированные гепарин за 2-12 часов до операции применяется механическая тромбопрофилактика, хотя уровень доказательности и рекомендаций достаточно низкий. Большая гемогепатектомия. Гепатектомия – дополнительный риск-фактор для ТЭЛа. Прописывается в протоколе. Низкомолекулярные гепарины назначаются на следующий день после большой гемогепатектомии. Не в день операции, не через 12 часов, а на следующий день. Продолжительность до 4 недель. Особенно в онкологии. Снова особый контроль для эпидуральной аналгезии. Рекомендации ЧЕСТ, ICCP, с 2016 года, что нам дают рекомендации. Венозные тромбоэмболии без злокачественного нанообразования рекомендуются на АКИ. И они предпочтительнее антагонистам витамина К и низкомолекулярным гепаринам. Венозные тромбоэмболии на фоне злокачественного наобразования низкомолекулярной гепарины предпочтительнее в течение первых трех месяцев у пациентов с венозными тромбоэмболии на фоне злокачественного нанообразования, которые не лечатся низкомолекулярными гепаринами, мы имеем предпочтение либо АКИ, либо антагониста витамина К. Снова онкология активная, но противопоказана низкомолекулярной гепарины, но АКИ уже начинают рекомендоваться. Кроме того, одно из новых положений, которые появилась рекомендация, я в прошлый раз тоже о нем говорил, решение должно также зависеть от предпочтений пациента, потому что длительную тромбоэмболии на фоне злокачественного 3 месяца колоть низкомолекулярный гепарины, не все это выдержат. Перейти более на упрощенный вариант на непрямые, на новые пероральные тикогулянты, более привлекательная причина, тем более, что большая часть исследований в настоящее время, которые проведены тромбоэмболии на профилактиках онкологических больных в сравнении и инокстепарина с новыми пероральными тикогулянтами, существенно не различаются по эффективности в тромбо-профилактике. Единственное, дальше я покажу, чуть выше риск кровотечения у больных, получающих на АКИ. Это рекомендации 2018 года, лечения вторичной тромбо-профилактикой, Всемирный конгресс по тромбозу гемостазу. Основные выводы. Рекомендуется индивидуализировать режим терапии после примета совместным с пациентом решения. Принимается активно пациент. Определенные НОАКИ, ревароксабан и доксабан, которого у нас нет, у нас ревароксабан, но другие есть, рекомендованы в терапии онкопациентов с острым венозным тромбоэмболизмом при низком риске кровотечений и отсутствии лекарственных взаимодействий с системной химиотерапией. Низкомолекулярные гепарины являются приемлемой альтернативой. На фоне онкологии и развития тромбоэмболических осложнений с низким риском кровотечения можно уже рекомендовать НОАКИ, в частности ревароксабан, по которому наибольшее количество проведено исследований. Канадский консенсус экспертов 2018 года именно в онкологии продление антикоагулянтной терапии более 6 месяцев зависит от онкостатуса пациентов и его потребности противопухолитерапии и тромбогенным потенциалам. Лечение должно оцениваться на регулярной основе по крайней мере каждые 3 месяца. Чаще при изменении онкостатуса пациента или лечении одновременно также оцениваются факторы риска кровотечения и рецидива венозных тромбоэмболических осложнений, потому что больные онкологически могут не только иметь тромбоэмболию, но и, как уже говорили, и риски кровотечения. 19-й год, август, это тот консенсус, который буквально вышел 5-го августа, венозные тромбоэмболия, профилактика и лечение у больных раком, аскоклинические практические гайдлайнс, участвовав Нигель и Алок Корана. Вы знаете шкалу Корана, оценку риска тромбоэмболических осложнений онкологических больных, мы о ней уже говорили в свое время. В этом гайдлайнсе поставлено 6 вопросов с подвопросами. Я вывел только те, что касаются больше данной сегодняшней темы. Клинический вопрос первый. Должны ли больные с раком, подвергающиеся операции, получать переоперационную венозно-тромбоэмболической профилактике? Вопрос достаточно стандартный, уже давно обсуждался. Рекомендации 3.1. Всем больным с лодокаченными заболеваниями, которым выполняются большие хирургические вмешательства, должна быть предложена формалокологическая тромбопрофилактика или нефракционированные или низкомолекулярные гепарины, если только они не противопоказаны из-за активного кровотечения либо большого риска кровотечения, либо других противопоказаний. Строгие рекомендации, высокий уровень доказательности. Профилактика должна быть начата до операции. Не после операции мы привыкли, в большинстве случаев назначаем даже независимо от высокий, ну если высокий риск, начинаем до операции. А если больные с низким риском онкологически, то тромбопрофилактику нередко назначаем через 12 часов после эпидуральной аналогезии, либо через 8 часов, если без эпидуральной аналогезии, после операции. Рекомендация 3.2. Профилактика должна быть начата до операции. Рекомендация 3.3. Механические методы тромбопрофилактики могут быть добавлены к фармакологическим, но не должны быть использованы как монотерапия, если только фармметоды не противопоказаны. Это, в принципе, рекомендация подтверждается в предшествующих годфайнсах и существенно не поменялась. Следующий вопрос. Должны ли получать этот же вопрос? Рекомендация 3.4. Комбинированный режим тромбопрофилактики улучшает эффективность, особенно у больных с высоким риском. То есть тромбопрофилактика фармакологическая и механическая, умеренный уровень доказательности и промежуточный такой качество. Рекомендация 3.5. Фармакологическая тромбопрофилактика у больных, подвергающихся большим онкологическим операциям, должна быть продолжена минимум 7-10 дней. Раньше было 10 дней, сейчас 7-10 дней. Продленная тромбопрофилактика с низкомолекулярными гепаринами в течение 4 недель после операции рекомендуется для больных открытых или при лапароскопических, абдоминальных, либо тазовых онкологических операций с высокими рисками, как ограниченной подвижностью, ожирением, анамнезом тела, либо дополнительными факторами риска. Видите, как открытые, так и лапароскопические абдоминальные операции требуют одинаковой тромбопрофилактики, чтобы до конца мне не было понятно, у больных с высоким риском, если нет вот этих рисков, то значит можно только 7-10 дней у онкологических больных. Пока дальше это не расшифровано. Так, с низким риском необходимостью длительной тромбопрофилактики. Дальше, 2018 год, если для сравнения европейский журнал по анестезиологии, 2018 года, для фармпрофилактики мы рекомендуем минимум 7 дней продолжительность после операции, хотя в некоторых случаях фаст-трек, тромбопрофилактика только во время госпитализации может быть опцией. Мы рекомендуем продленную до 4 недель при операциях высокого риска. Какие-то операции высокого риска, в ней нет более полной расшифровки. При выборе тромбопрофилактики с низкомолекулярными гепаринами первая доза должна быть введена до операции за 12 часов или после операции оптимально через 6-8 часов после окончания. Снова за 12 часов, не привязываясь к онкологии, не привязываясь вообще полостная операция за 12 часов до операции. Я напомню несколько, буквально эту таблицу, вы хорошо ее знаете, это характеристики низкомолекулярных гепаринов, когда они назначаются, то, что написано в инструкции. Инструкции все поднял для всех гепаринов, на драпарин за 2 часа до операции, через 12 часов. Дальтепарин за 2 часа, через 8-12 часов после операции. Ноксепарин за 12 часов до операции, через 12 часов после операции. Бимепарин за 2 часа до операции может начаться через 6 часов после операции, с учетом, если нет эпидуральной аналгезии. Имеются свои, понятно, свойства для мимепарина. Мы знаем, мы хорошо подробно о них останавливаться не будем. Я хочу чуть больше остановиться на лапароскопических операциях и тромбопрофилактики. С учетом того, что в прошлый раз и сейчас упоминал Юрий Юрьевич, что лапароскопические операции также требуют тромбопрофилактики ввиду того, что хотя травматичность меньше, но инвазивность, длительность операции, само положение больных на операционном столе все предрасполагает тому, что развивался тромбоз. Его частота тромбопрофилактических осложнений после лапароскопических оперативных мешательств на брюшной полости составляет 5,3%. При лапароскопических операциях больной с онкопатологией может достигать до 20%. При лапароскопических операциях в патогенезе тромбопрофилактических операций, которые требуют более раннего начала тромбопрофилактики. Почему? Потому что эти больные, я думаю, что имеют еще больший риск тромбоэболических осложнений, и мы видим, что достигает 20%, которые мы очень часто не видим, они клинически могут не проявляться. Юрий Юрьевич об этом показывал, слайды, что много исследований проведено через 4-3 часа после операции тромбоз вен нижних конечностей уже имеет место к концу операции у больных во время лапароскопических операций. Поэтому в зависимости от того, если нет, согласно рекомендациям лапароскопической операции на колоректальном раке, если не используется эпидуральная аналгезия, то, соответственно, на бимепарин один из препаратов выбора, который может быть начат как можно раньше после операции, так как через 6 часов после окончания операции. После выписки из стационара по программе ERAS больной продолжает оставаться с высоким риском тромбоэболических осложнений. Мы видим, что у пациентов с активным раком наиболее высокий риск развивания рецидива в течение первых 6 месяцев, это как и предшествующие слайды были показаны, и наибольшая высота риска тромбоэболических осложнений. Современные рекомендации по лечению канцера ассоциированного тромбоза. 2018 год, общество по тромбозу и гемостаза. Продолжительность лечения нуаками превышает низкомолекулярные гепарины, что может отрождать предпочтение пациентов пероральным антикоагулянтом и лициновые предпочтения. То, о чем я уже говорил, что в настоящее время все больше больных начинают отдавать предпочтение использовать нуаки перед низкомолекулярными гепаринами, потому что это менее травматично, это более удобно, особенно длительное время, особенно возле 6 месяцев, когда необходимо принимать тромбопрофилактику. Почти все исследования демонстрируют более низкие показатели рецидивирующего венозного тромбоэмболизма у пациентов, которые получали нуаки по сравнению с низкомолекулярными гепаринами. Это много исследований, я в прошлый раз, второй и первый модуль приводил целый ряд исследований. Только определенные нуаки, в настоящее время это ревароксабан и доксабан, они рекомендованы для больных раком пациентов с остро-венозной тромбоэмболией при отсутствии лекарственных взаимодействий текущей системной терапии. Это зашито уже в новых рекомендациях для ревароксабана, даже прописано в инструкции для больных, для длительной тромбопрофилактики онкологических больных и эдоксабан. Эдоксабана у нас нет, поэтому остается в наших условиях ревароксабан. И снова рекомендации. Мы рекомендуем индивидуальный подход к лечению на основе совместно принятого решения с пациентом. Низкомолекулярные гепарины являются вполне приемлемой альтернативой для онкопациентов с остро-венозной тромбоэмболией при высоком риске кровотечения. Поэтому, если у больных имеется высокий риск кровотечения, особенно риски желудочно-кишечного кровотечения и черепно-мозговых кровотечений, то, естественно, непрямые антикоагулянты несут больший риск развития кровотечений, поэтому низкомолекулярные гепарины являются вполне приемлемой альтернативой. Итак, 2019 год, АСКО, апдейт клинической рекомендации в онкологии. Как лучше всего лечить онкопациента с венозной тромбоэмболией, чтобы предотвратить рецидив, взятый из таблицы гайдлайнса. Стартовая терапия антикоагулянтами может проводиться низкомолекулярными гепаринами, нефракционером фондопаринуксом или ревароксабаном. Тип доказательности и качество высокий и сильные рекомендации. Для длительной антикоагулянтной терапии предпочтение низкомолекулярным гепаринам и ревароксабанам в течение по крайней мере шести месяцев из-за лучшей эффективности по сравнению с антагогенистами витамина К. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!